В текущем году по программе модернизации ЖКХ планируется отремонтировать 13 жилых домов. Об этом сообщили сотрудники отдела ЖКХ. Предварительно на это рассчитано выделить порядка 90 миллионов тенге. ЖКХ отмечает, что желающих воспользоваться программой становится все больше, но далеко не все могут это сделать. Почему, выясняла Марина Горбук. В прошлом году по программе модернизации ЖКХ было отремонтировано 13 домов. На общую сумму 130 миллионов тенге. В основном была заменена кровля, произведен ремонт инженерных сетей. На этот год пока предусмотрено порядка 90 миллионов тенге, которые выделят из бюджета. В этом году мы планируем освоить 93 миллиона. Но это как бы не привык. Все зависит будет от активности жильцов. Если мы успеем больше проектов сделать, утвердить, документы подготовить, то мы будем запрашивать. В среднем ремонт одного многоквартирного дома обходится более чем в 1 миллион тенге. Максимальный срок возмещения затраченных на ремонт средств 15 лет. Сумма, выплачиваемая из каждой квартиры, зависит от общей стоимости проведенных работ и количества самих квартир в доме. В ЖКХ отмечают, что сегодня на модернизацию согласны многие, но жильцы домов, не имеющих кондоминиума, воспользоваться программой не могут. А таких домов в Уральске порядка тысячи. В ЖКХ отмечают, что оформлять кондоминиумом жильцы должны самостоятельно. Для регистрации объекта кондоминиума необходимо для начала... В доме должно быть ГОСАК и технический паспорт. Если жильцы изготавливают ГОСАК на землю, сами изготавливают, а технический паспорт со стороны государства выделяются и средства, именно на изготовление тех паспорта. Выделяются деньги, и со стороны государства это оплачивается. Только нужно оформлять это все? Да. Государство возмещает им это изготовление, расходы на изготовление тех паспортов. На сегодняшний день из 1200 многоэтажных живых домов Уральска лишь порядка 300 зарегистрированы как объекты кондоминиума. И пока не оформят документы, они не смогут воспользоваться программой модернизации. Марина Горбук, Дориан Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42.